Лидер, наш лидер после соревнований с женщин здесь в Москве на четвертом этапе Гран-при России. Елизавета Туктамышева. Лиза, первые эмоции. Я устала, хочу отдохнуть, но в принципе счастлива. Отчего ты устала? Это же только короткая программа, ты сделала всего лишь три прыжка. Три прыжка, но какие? Мне кажется, я всей силы отдала. Такой драйв был сегодня, что в моменте не понимала, не осознавала, не ощущала. А когда остановилась, поняла, что выложилась достаточно хорошо сегодня. Сейчас нужно восстановить силу. Давай вернемся к твоей программе. Ты начала с блестяще выполненного элемента ультра-си. Три с половиной акселя, это уже твой фирменный, наверное, прыжок. Ты в этот момент выдохнула или сохраняла концентрацию до конца программы? Немножко выдохнула, но концентрацию, естественно, сохраняла, потому что очень хотела сделать хорошо каскад, наконец-таки в этом сезоне. Потому что я хорошо наработала и хотелось именно эту работу показать. И когда я его исполнила, уже можно было так достаточно расслабиться и получать удовольствие. Немножко на флип собралась, но это уже не так сложно было. Когда ты увидела оценки свои и ты стала лидером, это какую-то особую эмоцию у тебя вызвало или ты была готова к этому? Нет, особенных эмоций не вызвало. Как-то грустно, какое-то грустное интервью. Ну хорошо, давай тогда веселый вопрос. Тебя очень любят в Санкт-Петербурге, и когда ты там катаешься, поддержка невероятная. Но сегодня, я думаю, что этот небольшой зал превзошел твои ожидания. Да, это сто процентов. Я даже не ожидала, что в таком маленьком зале будет такая поддержка. И поэтому, наверное, мне хотелось отдать всю себя, потому что аудитория и зрители были просто супер. Ну и, наверное, последний вопрос. Завтра будет битва? Битва с тройными акселями, наверное, моя в произвольной программе. Ну, в любом случае, я желаю тебе только чистого катания. Пусть все получится, что вы со своим замечательным Алексеем Николаевичем задумали. И надеюсь, что и завтра возьму у тебя интервью. Ну, даже если что-то не пойдет не так, я с удовольствием с тобой поговорю. Спасибо, Лиза.